всем привет привет мои хорошие и опять сегодня на канале наша жизнь германии с вами аленка что хотела я вам сказать время 11 часов по улице у нас обещают хорошую погоду но что-то не верится еще так темно на улице и вообще что я вот сейчас включил свет чтобы только вы меня увидели и вы знаете ходила вчера в магазин после приезда ну сколько там не ели мы отдыхали да вот у меня три отходили перестировали все все делали и вы знаете я в шоке я не узнала цена в магазине молоко на 20 центов поднялось сметана сливки то что непосредственно в обиходе я постоянно этим пользуюсь тоже на 20 центов поднялось макароны потом мука как-то еще держится в цене и яйца еще остались полтора 99 можно найти в некоторых магазинах а так что-то такие цены мама не горюй это же вообще как жить вчера пошла в на это считаю что на это самый дешевый магазин да может быть там квалитет какой-то или качество совсем другую ну не знаю у меня близко этот магазинчик и я в него ныряю до постоянно потому что сильно далеко таскать тоже не охота сумки а константин работает и я вот то утром за булочками зайду так еще посмотрю что там умеется то вечером схожу чем заниматься я же сейчас безработные на рыбать слезах до хотела вам сказать про рыбать слезы но расскажу наверно в другом видео сколько мне денежек насчитали и уже я получила зарплату от арбать слезов и ходила я уже на форштейн 2 числа августа и что мне там сказали ну короче настолько новостей рассказывай не хочу вот но сейчас у нас уже ближе к обеду ребятишкам я варю плов на мультиварке завела мультиварку 14 минут осталось на плов они его хотя бы знаете так герны и деда охотно а так уже народ наш ничем не удивить а себя хочу побаловать кабачками по крайней мере в магазине это самый дешевый продукт да ну и вообще лето раньше когда у нас была дача мы выращивали кабачки и жарили их прямо на даче в сковородке в муке там еще в чем-то и вот хочу вспомнить летний вариант дачный и поджарить кабачки на сковородке в муке да сейчас я вам покажу что я прикупила вот такие кабачки они такие страшненькие все какие-то облезлые все какие-то пока цены и у них еще ценник что-то падает под койру но по крайней мере я сейчас промою да все почищу и пережарю сразу за одно и буду хромкать буду кушать потому что хочется лет туда хочется овощей хочется фруктов фрукты дорогие никогда у нас не было столько фруктов совсем по чуть-чуть да на полочке вот на моей на овощной фруктовой и вот как-то вы знаете придется наверно нам подтянуть свои узды и начать действительно экономить сесть на морковку на кабачки там или еще на что-то самое дешевое это конечно все шутки все также будем и покупать если надо будет и готовить если надо будет куда мы денемся еще хотела вам что сказать сразу сломал это ж надо еще когда ходила на чистку зубов вот перед отъездом не врач сказала говорит элена у вас там зуб сильно шатковалки держится мне его на рост или но сделали так дабы чтобы чтобы улыбаться можно было разговаривать но и не мешало да да и вчера утром ем булочку и зубик мой ай-яй-яй выскочил побежала тоже к зубному она в отпуске там елена медсестра на приеме сидит ну пойдемте я вам хоть чуть-чуть его маленько залеплю и залепила мне дырку чтоб он у меня так хорошо обломился что прямо здесь на туда западала и постоянно за два часа мне уже на такой натоптыш да мне уже сделала кровавый и вот короче тут что-то проблем ну ладно давайте ближе к теме ближе к делу что я хотела с вами поделиться но и конечно же болтать поразговаривать потому что давным-давно с вами уже не разговаривала ну что вы хорошие поехали да сейчас мы обрежем попки немножко почистим мягкие вот вчера купила вы представляете они уже мягкие проседают уже кабачки их нужно срочно срочно жарить срочно жарить потому что иначе я их даже эту ойру выкину что-то стало до напряженка у нас совсем подряд я не говорю про мою семью за моей семье естественно напряженка потому что деньжат уже меньше стало у нас на конте по прибавляться с зарплатами и потратились мы все равно тысячу 350 километров до бибионе доехать это мы делали 4 заправки тоже денюшки одно радует что бензин подешевел да сейчас вот именно сейчас подешевел бензин вообще когда мы ехали по моему по 202 заправлялись бибионе был маленько подешевле бензинчик режем вот такими кусочками да я почему-то люблю такой вот соломкой не знаю кто как может быть потому что они потом разваливаются разваливаются и взять даже не за что приходится ложкой их есть не сильно хочется их есть ложкой что я говорила в этом если что смотрите надо слушайте я ничего нового не открою потому что все кабачки умеют жарить просто это повод поговорить ну и не висят же я на диван и не буду же с вами разговаривать мне же нужно что-то делать семья просит еды а так как я стала сейчас беззубая храню зубы до 15 числа нету моей врачихи поэтому нужно мне что-то такое помягче ну и вообще люблю кабачки люблю их кушать так вот как мы съездили бензинчик конечно 4 мы заправки сделали по 80 евро 4 заправки это 84 32 до 320 евро отдали ну там жили конечно эти пиццы покупали то подарочки покупали да на парк ходили и потому что делали но на этих на таких машинках катались и правда не стала выставлять уже и так каждый день выставляла все что там уже не видели на этих машинках я бегом побежала бегом быстрее чем эти машинки нас прокатили вот и все уже почти показала потом маленькие подарочки внучка до купила все там значит это было по 15 евро все платежки были ну короче все равно даже по минимуму скромненько мы наверно тысячу истратили это без путевки еще путев но этот домик да сам стоил 1036 у нас квартирка вот это наша вот и все равно отдохнули классно отдохнули хорошо сколько мы всего посмотрели альпийские горы какие красивые вы видели это же я вам не могу все показать а какой там серпантин мы объезжали там один тоннель 13 километров было штал и мы объезжали этот тоннель и вы знаете такую красоту конечно не покажешь потому что я держалась за поручни вообще этого всего боюсь и стала бояться да после аварии я уже рассказывала кто внимательный кто смотрит мои видео что я как-то перевернулась а лет 25 назад на память-то хорошая нервы то потреплены и вот сейчас это все дает о себе знать и вот сейчас конечно с этим у меня проблемы с ездой на машине ребятишки надо мной смеются как я езжу хотя кости профессионал своего дела он ездит абсолютно адекватно абсолютно хорошо ну что ж вы думаете он жил кавышник со стажем естественно он рулит просто замечательно но все равно боюсь слова боюсь у меня ключевое стало много чего бояться не знаю может за жизнь так боюсь за свою может пожить еще хочу или что или старость уже такая приходит что я так всего боюсь не знаю но вот как то вот так у меня получается не говорю вам что дальше делаю но видно да ручками что я режу морковочку тоже нам мелкую соломку все это сейчас перемешаю и буду жарить на разогретой сковородке нема не умею снимать такие видео иногда смотрю уж так они красиво показывают так они это потом озвучивают все это хорошо получается у меня как тут поболтать бы потому что давно видимо не болталась мне засиделась я как говорится в девках дома что константин приходит немножко посидел отдохнул и спать в три часа ночи у него сейчас тур естественно с ним не поговоришь вот ходим к они еще там маленько болтаем с внучками играю да а так вот что-то у нас не болтается каждый по своей код в своей комнате сидит своем компьютере и не болтается вы заметили вчера родители звонят аленка ты представляешь у нас последний канал отключили российский даже сейчас невозможно посмотреть на телевизору ничего такая скукотища такая мол типа это это что ж такое творится но естественно никаких развлекательных каналов сейчас я смотрю нету ни на первом канале не на каком все поотменили все у нас такая скукота страшная вот сам себя развлекай дело себе какие-нибудь развлекухи тогда будет еще ничего так что-то скучно стало жить скучно 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 вообще но надо как-то мне взяться рассказать вам про мой заработок который я заработала на арбайт слезах такие мне денежки насчитали уж это то я думаю меня за это не наругает никто что я это расскажу то вы знаете везде тайны на работе тайны ничего не расскажи сколько ты получаешь уволят везде тайны но думаю что за это меня арбайт зам не уволит и и не понизит мне зарплату и ничего не сделает обязательно прямо сегодня усядусь расскажу а потом сниму но сделаю вам видео все равно же интересно сколько я получаю какие у меня сейчас доходы и что сказал мне мой оператор все мои хорошие вот такую я сделала нарезку кабачки лучка чуть-чуть добавила для запаха ну и естественно мне нужен чеснок кабачки без чеснока плов мы уже готов кабачки без чеснока это не кабачки сейчас мы еще чесночинку сюда почистим и будем жарить плиту я уже включаю накалялась масло не знаю как вы я вот так делаю чесночок где нужно все мы до если ты запачкал то скажите мне господи терку значит терку надо мыть она так въедается в эту терку меленькую этот чесночок что ее нужно щеткой мыть и всем на свете а сейчас надо нам все экономить друзья мои я так понимаю нас к этому призывают чтобы была экономия бережливость поэтому воду экономим время экономим и все мы экономим а у нас еще более даже вам говорила уже 119 евро за свет платим горячая вода естественно идет у нас от бойлера такой у нас светик очень хорошенький и дорогой поэтому это тоже нам надо с вами экономить беремся за экономию ложечку красного перца прямо красного красного где-то еще где есть какой-то копченый перец но у меня нету у меня есть только красный до соли я всегда из пачки или с чего у меня есть ложками не мерю не умею мерить ложками поварешками конечно же вот можно было конечно и крахмальчика я вчера в русском магазине крахмальчик купила но ладно сойдет и мука на первый раз если не получится моя задумка то сделаем тогда конечно из крахмала сейчас все мы перемешаем немножко и на сковородку сковородка уже что-то прямо накалилась хорошенько сейчас они позвонил вот только сейчас позвонила мама собирайся погода хорошая не собираюсь дома сидеть поедем в грёмиц все так что сейчас быстро жарим плов мой быстро все едим я не придет и все едим мужики наши пол первого придут с работы и саша и константин мой они вместе в одной организации работают перекусим и попрем на море дорогие мои опять на балтику и я вам конечно всю красоту эту поснимаю а сейчас у нас кабачки в разговоре да и мы сейчас с вами будем заниматься кабачками по-быстренькому пока это еще возможно пока они не пришла как кабачки соединяются с чесноком и со сметаной как они пахнут прямо как грибами за грибами не надо ходить летом а вот жарь кабачки и сметаночки и чесночка туда добавить и запашок такой грибочный вообще объедение я тут достала последние грибы свои у нас он нас снабжает конечно грибами грибами по осени в прошлом году их было мало поэтому мы их берегли и вот ко мне гости приезжали я делала грибочки ой какой вкус а еще грибы не опята были а бабки подосиновики там знаете такие штайнпильцы как они их называют здесь слушайте ну это вообще они такие мясистые такая у них мякушка такая корочка классная ну вот так у меня опа получается раскаленное масло налила и они сразу начали зажариваться мучка стала зажариваться и такой цвет красивый получился а чесноком пахнет уже на весь дом а мои окошечки посмотрите какие чистенькие я же вчера намыла и вам показывала кто не видел мое видео какой пряточкой я мыла за одну минуту все окна ну два окна да больше ждала когда высохнут и убедиться в том что нет ни разводов ничего ничего не натирала ничего не делала посмотрите мое предыдущее видео как я получила посылку называется и вот мои кабачечки люблю уменьшительно ласкательное все говорить люблю говорить все уменьшительно ласкательное вы знаете говорю вот мы жили в такой деревне всего партизанского Красноярского края партизанский район привет вам партизанцы мои любимые вы естественно меня смотрите я с девочками со своими общаюсь подписчицами очень активно и хорошо с кем раньше даже не общалась и сейчас общаюсь и вы мне как родные и пишите когда комментарии мне так на душе знаете бальзам бальзам на душе что девчонки мои именно партизанские пишут не забыли меня и комплименты пишут и все пишут мне я конечно этим очень довольна одно то что я завела себе ютуб и вот так общаюсь и вот так с девчонками с парнями общаюсь для меня это вообще это бальзам потому что живу я уже здесь 19 год в Германии раньше чаще конечно были в России встречались со всеми да и в рестораны ходили и в парк Горького ездили и ребятишек их я водила в парк Горького пока они там катались на каруселях мы болтали разговаривали но столько встреч было столько общения я с девочками по институту дружу долго уже и давно и постоянно дружу и переписываюсь и с Олесенькой и с Леной и вот Аля у меня куда-то пропала но я все равно смежу за ней если где-то какие-то фоточки выставляются я все это вижу вот это мои институтские девчонки правда девчонки закончились а я нет но это уже не дали да это уже каждому свое я вот так стала жить а они стали жить учителями до сих пор учителями работают и директорами школы уже дослужились доработались до такого ну вот а мне видимо суждено было своих четверых детей учить и вот сейчас музыками занимаюсь и математикой и музыкой и спортом чем только не занимаюсь ну короче на все руки носим сама себя не похвалишь никто не похвалит ну так и вот что хотела сказать со своим любимым партизанкам и про свою деревню вот помнила что хотела сказать она у нас была такая интересная деревня не знаю может я такая интересная или деревня такая интересная у нас все были Томочки Людочки Аленочки Иночки Лидочки Верочки Кридочки ну вот так вот мы друг друга называли или как по-другому и вот для меня знаете когда я пришла на новую работу на эту я ну некоторые конечно по имени там Таня там Лиля там или еще как-то называла а вот некоторые которые на слух у меня были именно вот с такими уменьшительно ласкательными я называла Аллочка там или еще как-то а потом выяснилось что оказывается какие имена не нравятся надо называть Алла Лида Рида или еще как-то да а меня это слух режет я так не могу я вообще так не могу ну и вот ассоциации такие у меня были по первости что ну как же так как же может замечательно ласкательное имя мне нравится человеку ну это называется такое вот так это оболталось не кабачки поджарюсь прямо хорошо поджарились и вы знаете что-то мне так хочется в них положить сметанку но именно сметанки мне не знаю испорчу я свои кабачки или нет но хочется мне вот именно вот только сметанку положить Потому что так вкусно пахнет чесноком, так вкусно пахнет вот этим вот всем, что я не сдержусь, испорчу свои кабачки, но сделаю по-своему, как я люблю. И положу сюда сметану. Мммм, чеснок со сметаной, это вообще, это такая ностальгия. Именно вот по деревенской еде у мамы была корова, у нее была такая вкусная сметана и молоко. Все, корова столько давала молока, и мы эту сметану, как говорит кот матрос, полукали куда попадет. И вот привыкли к сметанному этому запаху, ко всему вот этому вот молочно-сметану к кислому. Я и окрошку делаю на кефире, раньше делали окрошку на сыворотке. Сколько сыворотки были, сметану перегоняли, молоко перегоняли, в сметанку делали, а сколько было сыворотки. И вот я привыкла и не могу теперь ни на квасе, ни в каком, там еще на воде с уксусом, с лимоном люди добавляют, или еще какую-то петрушку туда лепят. Я вот привыкла сыворотка, но сыворотки здесь не найдешь. Кефирчик делаю. Ну что, будем уже отключать, наверное, накроем крышечкой, чтобы у меня оно все не перегорело. Добавлю чуть-чуть укропа. Вот прямо плюхну, да, капельку укропа, потому что больше нету, я его берегу. Он у меня замороженный укроп. Ну как, я его купила когда-то и заморозила. И вот я прямо его берегу, как зеницу ока. По базарам не хожу, в магазине укроп укропом не пахнет, а я на базаре купила настоящий укроп, который пахнет действительно укропом, а не всякой ерундой. Все, я уже отключила, накрою крышкой и пусть доходит. Все, мои хорошие, будем ждать гостей и кушать, и на Балтику, на Балтику едем.